всем привет 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 илья, мы договорились с тобой с видео начинать но давайте подождем еще пару человек и можем вставать а вот и они ну хорошо, 13, 14 погнали я подключаю камеру илья, дай мне обратно всем привет меня слышно? тебя слышно а меня? илья, привет, тебя тоже слышно и видно, что самое главное как дела? у меня супер, как у тебя? у меня тоже все замечательно если вы не помните у нас с Ильей уже был подкаст потому что год назад или два года назад, когда это было Илья и его девушка, может быть уже жена, не уверена завели тикток своей кошке и за буквально очень короткий срок набрали, по-моему, три миллиона подписчиков сейчас уже сильно больше стало и, наверное, если бы тикток у нас давал публиковать видео было бы еще больше но увы реальность, в которой мы живем она такая что у нас нет многих вещей, которые нам очень сильно нравились но мы в состоянии найти другие им на замену поэтому, наверное, это главная тема о которой мы сегодня будем говорить Илья, давай ты немножко хотя бы расскажешь в чем вообще прикол чем ты занимаешься, что ты делаешь а я буду тебе дальше задавать вопросы возможно тупые, возможно нет давай, окей, хорошо ну да, все ты верно сказала у нас был тикток у кошки он сейчас пять с половиной миллиона подписчиков уже и, соответственно, мы не только вели тикток, но свой собственный мы также вели компаниям многим, брендам, публичным личностям я выступал как эксперт по тиктоку на конференциях и, в общем, занимались именно вот именно вирусными короткими видео во время того, что мы все знаем, что произошло все разрушилось все профессии отменились и у меня куча свободного времени возникла и вместо того, чтобы грустить я решил его куда-то в какое-то другое русло направить и начал заниматься изучением крипты, метавселенных, NFT, всех этих движений вообще крипту я начал инвестировать еще четыре года назад когда в нее мало кто верил и только-только вот я понимал, что это такое просто наугад закупался там эфиром и битком и делал свой первый капитал который сейчас вот вырос там эфир, например, 20 раз уже вырос с того момента в общем, чудесные времена были и мне всегда крипта интересовала мне это все было, ну, это же круто и вот во время вынужденного отпуска я начал этим всем гораздо более плотно заниматься и узнал про метавселенные, про NFT и, в общем, погрузился в это во все настолько что прошел, мне кажется, все курсы, которые существуют на земле за этот момент посмотрел все видео, которые есть прочитал все книжки в общем, только этим занимался реально и сейчас я провожу экскурсии в метавселенные когда началась вот эта вся заваруха еще у всех с деньгами были непонятки, как в доллары переводить что делать а я как-то в своем окружении более-менее считаюсь каким-то финансово грамотным человеком и меня все начали спрашивать что делать с долларами, как перевести в крипту и т.д. и т.п. и я для друзей создал канал где начал просто какие-то инструкции элементарные выкладывать об этом, обо всем и как-то начал писать какое-то свое мнение про каким-то делам ну, в общем, чисто делал для друзей и в итоге сейчас без рекламы без всего на меня уже 700 человек подписалось и как-то в общем меня эта вся тема сама затянула зажигает она тебя да, да, да просто иногда идет энергия на какие-то вещи на какие-то не идет блин, расскажи про экскурсии в метавселенные, пожалуйста что это вообще подразумевает под собой и как это работает потому что у меня просто в последнее время постоянно куда бы я ни приходила где находится какой-нибудь человек, который пытается мне объяснить что такое NFT что такое крипта что такое метавселенная сегодня утром я наткнулась даже у меня есть курс который я прохожу и вот в этом курсе был урок про криптовалюту который я пропустила как неинтересно такая ну ладно когда как не сегодня я его наконец посмотрю потому что ну нужно же хоть что-нибудь понимать и насколько вот я просто понимаю всю эту историю когда речь идет например про NFT то ты нифига ничего не можешь продать там пока у тебя нету какой-то индийности хотя бы минимальной это правда или возможно какие-то другие рынковоры ну да в целом правда вообще NFT чтобы понимать можно сделать буквально за одну минуту любому человеку в этом нет вообще никакой сложности выложить это на любой маркет просто ты там платишь за транзакцию за саму это в некоторых сетях это просто копейки там пару долларов и все и ты NFT артист и естественно что загрузить работу NFT работу это просто я не знаю один процент от того что нужно сделать для того чтобы у тебя ее купили весь NFT рынок предполагает под собой очень серьезный маркетинг ты должен маркетингово очень быть подкованным у тебя должен быть раскачанный твиттер у тебя должно быть признание среди тусовки на тебя должны быть подписанные коллекционеры у тебя должны быть какие-то уже кейсы в общем куча-куча всего ты должен создать вокруг себя такую ауру артиста востребованного и тогда тебя только и только тогда твои работы заинтересуют хоть кого-то и будут их покупать на самом деле у меня у знакомых есть успешные кейсы девочки например девочка-художник продает там свои полотна по два эфира у нее покупают работы три-четыре купили уже то есть это все реально это работает и что интересно в NFT секторе художников мне кажется меньше одного процента то есть это настолько вот свеже просто никто не знает все слышали что-то понимают но художников там очень мало очень мало мне казалось там только художники а кто там тогда только художники их очень мало рынок еще очень маленький угу насколько он маленький это можно как-то объяснить в каких-то масштабах понятных да я вот говорю на основе того что исследования проводили что там по-моему меньше одного процента художников вообще представлены на NFT-маркетплейсах а ты имеешь ввиду среди всех художников миа 1% этих художников представлены на маркетплейсе я потому что услышала что среди всех кто представлен в NFT 1% из 100 кто представлен это художники вот я так это поняла и офигела да NFT сейчас это больше про современное искусство то есть это вообще это технология которая в дальнейшем будет помогать нам и в жизни но сейчас пока она только зародыша мы только поняли что вот как искусство как ну например смотри ты покупаешь поддержанную машину да и тебе какие-то документы дают они могут быть поддельными тебе говорят что у нее там например пробег такой но его скрутили этот пробег тебе говорят что она не бита не крашена но она бита и крашена вот и например в дальнейшем в будущем для каждой машины будут создавать какие-то NFT документы где ты попадаешь в аварию ее вносят в NFT то что ты попал в аварию куда попал насколько сильно ты едешь в ремонт в NFT заносится куда ты что ты ремонтировал что произошло весь пробег там например через какое-то время в блокчейн улетает и говорит там 100 тысяч он набегал 150 тысяч набегал и так далее то есть это будут в общем фишка NFT в том что это невозможно подделать технологически и это доступно всем и это видят хорошо это просто это достаточно понятно а скажи а ты не пробовал ничего запускать там своего мы на самом деле для своего блога хотим сделать тоже NFT коллекцию и да и попробуем сейчас стратегии различные прорабатываем я думаю что очень скоро мы это реализуем ну вот на базе того что я понимаю саму сущность которая заключается в том что если ты не имеешь под собой какой-то базы из условных подписчиков в инстаграме или какой-то аудитории которая на тебя за тобой следит и которой ты интересен ты как будто ничего не можешь сделать но вот допустим есть человек который художник или там режиссер или кто угодно который задумал допустим я сейчас задумываю создать NFT коллекцию пока не придумала но допустим у меня вот есть мои 2000 подписчиков в телеграме что катастрофически мало на мой взгляд для того чтобы все купили мои NFT за очень большие деньги но что я могу сделать для того чтобы во первых продать его во вторых для того чтобы увеличить вероятность того что его купят на самом деле подписчики которые вот на нас тоже подписчатся на 5 с половиной миллионов я думаю что там NFT коллекционеров приблизительно ноль тоже понимаешь то есть это в целом для всех сейчас проблема это какие-то ультра известные личности могут продавать свои NFT вот для этого нужно как бы заявить себя NFT сообщество а NFT сообщество где обитает оно обитает в англоязычном твиттере и только там и да только там вообще англоязычный твиттер это социальная сеть крипты NFT метаверс и всего такого они только там еще есть дискорд но в дискорде больше проекты сидят чем какие-то публичные личности и так далее вот и для художника нужно создать просто твиттер для начала подписаться на всех кто в теме на всех художников со всеми подружиться написать привет как дела у тебя классная работа начать общение в этом сообществе создать внутри твиттера свою историю рассказать как стори тейлинг в инстаграме представляешь да стори тейлинг наверняка в актуальном сторис там сделала там 20 сторис о себе кто-то такая вот в твиттере точно также можно сделать там через репосты свою какую-то историю рассказать про свою работу и так далее только после этого например можно выложить создать какую-то лимитированную коллекцию например ты создашь какую-то из десяти если ты художник например там десять каких-то работ создаешь и выкладываешь на площадках типа openc или foundation что это это маркетплейсы то есть NFT продаются на разных маркетплейсах их там штук десять их там самых известных штук пять вот просто выбираешь какой тебе больше подходит там ты тоже в этих маркетплейсах очень важно посидеть какое-то время поизучать какие работы продаются все там видно какие работы покупают какие работы интересуют какие коллекционеры покупают работу там видно даже ну как бы коллекционеров NFT коллекционеров которые покупают работы все их все их NFT видно за сколько они купили у кого они купили там есть например чуваки которые покупают вот эту лягушку пеппе знаешь наверняка нет расскажи ну это мем лягушка такая пеппе называют вот наверняка ты это видела да есть там например на foundation один известный коллекционер который скупает этих лягух просто вот нравится и лягухи вот и под него специально и под него некоторые даже рисуют специально вот этих пеппе чтобы он у них купил например то есть там своя среда такая в нее нужно погружаться смотреть кто чего как многие пишут так же коллекционерам что типа привет посмотри какая у меня работа классно когда ты отвечаешь на твиты коллекционеров в общем там своя тусовка и надо в ней вариться создавать свои работы продвигать их таким образом и тогда есть шанс что у тебя их купят скажи а вообще есть какие-то уже исполненные кейсы касательно видео и для того что именно отснято не нарисовано и не создано просто какой-то графической программе или в живом да конечно во первых nft это не только картинки это может быть что угодно это может быть видео это может быть музыка это может ну это просто код строчка кода в блокчейне и ты можешь прикрепить любую диджитальную штуку к ней вообще любую и конечно можно секунду ребят если какие-то вопросы появляются вот реально во-первых напишите пожалуйста нужно ли рассказывать что такое блокчейн и в чем вообще прикол потому что это как будто бы супер общедоступная информация но мало ли вы все коллективно не понимаете о чем речь и нам нужно об этом сказать вот в комментариях к последнему посту мне просто об этом скажите да простили да ничего так я про что говорю я забыла да ты рассказывала о том есть ли видео какие-то штуки уже в NFT ну да вот например тот же Тарантино продал вырезанные сцены из криминального чтива великолепно потом какую-то короткометражку кстати для индикино тоже крутая история потому что бюджет у индикино не такие большие иногда один коллекционер может выкупить целую NFT работу там например я читал что какую-то короткометражку за 50 тысяч долларов например купили угу прекрасно снимаешь короткометражку вставляешь это в NFT у тебя ее покупают другой вопрос как чтобы ее купили тоже тут должен быть маркетинг и подход ну просто индустрия идет к этому что будут такие возможности и сейчас они уже есть и сейчас как бы первые кейсы только появляются но чем дальше тем больше это все будет развиваться потом сценарии продают оригинальные через через NFT вау потом что еще делают фильм сентони Хопкинсом продали когда они когда был локдаун был какой-то полнометражный фильм они снимали и там через зум как это называется наверно знаешь когда десктоп вот эти фильмы да вот и вот этот фильм там был в главной роли Энтони Хопкинс это полнометражный какой-то фильм его тоже как NFT продали потом клип для группы интерпол который анимировал да тоже пожалуйста то есть это сейчас естественно мы такие имена называем известны но они как бы пробивают дорогу для того чтобы это все больше и больше пользовалось у всех я вот подумала сейчас есть ли вообще возможность того что NFT может стать своего рода краудфаундинговой платформой конечно конечно то есть условно мы снимаем тизер полного метра или короткометражного фильма ставим вместо стоимости прав авторских цену которая нам нужна на съемке и в итоге нас покупают это если мы классно выстраиваем маркетинговую компанию и в итоге мы его снимаем и потом видимо этому человеку принадлежат права на этот фильм он может делать все что захочет только нахер от этого снимать на самом деле нет NFT вообще авторское право оно вообще не предполагает что это человеку принадлежит человеку принадлежит строчка в коде все объясни разницу не с тем понимаем тонкая грань то есть как бы ты все равно остаешься автором того произведения который который ты создал ты просто отдаешь именно эту NFT вот этой NFT он реально обладает это реально его собственность но ты можешь таких анефтишек 20 сделать 30 а если с юридической стороны на это смотреть то что это это отчуждение это не отчуждение прав получается это смежные права ты продаешь с юридической стороны не регулируется NFT рынок вообще никак в России полностью никак не регулируется так хорошо на западе пытаются начинать его на западе пытаются понимать хотя бы как его делают попытки для того чтобы его в юридическое поле свести то есть это вообще только начало и мы вот в зарождении находимся этого всего всей истории более того ты можешь например как ты для краудфандинга правильно сказала ты можешь сделать не одно NFT а тысячу NFT и это например будет какой-то как например у Дюны делали у фильма Дюна там делали NFT-шки виртуальных фигурок актеров их было много и каждая эта NFT-шка давала доступ к эксклюзивным материалам она выдавала тебе какое-то количество билетов там в NFT-шку можно зарыть QR-код например который только ты видишь вот то есть можно например сделать какой-то проект и продавать тысячу NFT-шек по 10 баксов по 100 баксов то есть таким образом сделать и обязательно один человек у тебя должен за очень много денег его купить блин прикольно а давай ответим все-таки на то вопрос что такое блокчейн потому что вроде ответ может быть коротким и супербыстрым потому что схема достаточно понятная давай это сделаешь ты потому что я боюсь что я недостаточно эксперт в этом вопросе да блокчейн это вообще основа крипты и NFT и метавселенных на нем строится все то есть первый блокчейн который создали это был биткоин который вы все знаете и в чем суть майнеры создают цепочку блоков то есть ты грубо говоря хочешь перевести просто буду рассказывать ты хочешь перевести один биткоин например на другой кошелек и чтобы это произвести майнеры делают целую цепочку мелких транзакций внутри этой длинной транзакции и вся фишка в том что каждую из этих мелких транзакций невозможно изменить ее невозможно разрушить ее невозможно взломать и так далее то есть каждая предыдущая каждая следующая транзакция внесет в себе информацию о предыдущей они как бы все взаимосвязаны вот и это называется блокчейн это просто технология которая позволяет как бы перемещать диджитальные единицы если есть вопросы ребят давайте потом их зададим когда мы обсудим все темы либо пишите в комментарии я буду читать и сразу задавать их и я окей чтобы не было нарушений процесса так я хотела тебя спросить о чем-то важном и забыла о чем наверное мне бы хотелось понять в чем разница между NFT и метавселенными я понимаю примерно примерно понимаю что метавселенные это условно какой-то созданный мир в котором ты можешь тусоваться в котором может быть вообще все что угодно что подается вообще рамкам логики и восприятия реальности но из чего они вообще состоят откуда они берутся как создать свою метавселенную можно ли это сделать изи и нужно ли это вообще делать да давай расскажу метавселенная что это такое вообще это виртуальный мир какой-то да в чем его отличие от там миллиона игр там от гта от майнкрафта и так далее где тоже есть виртуальные миры в том что он построен на блокчейне это метавселенная которая построена на блокчейне это как бы главное ее отличие от других виртуальных пространств и следующее отличие то что в метавселенных есть внутренняя токеномика то есть есть монета вот это именно метавселенной где ты можешь расплачиваться внутри этой метавселенной именно этой монеты то есть например есть метавселенная DECENTRALAND и там есть монета MANA и ты можешь в этой метавселенной вот например если мы бы находились в США то мы могли бы зайти в Децентралэнд и на Ману купить пиццу в Доминос. Там у них есть отделение Доминос. Можно прийти и на Ману купить пиццу, тебе ее принесут домой. Вот. И все это построено на блокчейне. Вот. Как-то так. Более понятно. Прикольно. Ну, отчасти да, отчасти нет. Что значит экскурсия в метавселенную? Какие конкретно метавселенные ты проводишь эти экскурсии? И как вообще туда попасть? И чтобы это сейчас не выглядело как реклама. Вопрос не про цену, а вот, в общем, вопрос про логику этого всего мероприятия. Ну, экскурсия я провожу абсолютно бесплатно. Поэтому думаю, что это как-то рекламится. Следующая экскурсия будет 22 июня. Да, июня. Ведь июнь сейчас? Да, сейчас июнь. 22 июня я буду проводить следующую экскурсию в метавселенную в 7 вечера. Я в блоге еще расскажу, анонсирую. Что это такое вообще? Я там рассказываю про метавселенную, что это такое, с чего они начинались, какие они бывают, различные, различные виды. То есть их очень много разных. Это не одна метавселенная, их сотни. В будущем будут их тысячи буквально. Рассказываю, как там можно заработать, а там можно заработать. То есть, например, в чем еще отличие, вот я говорю, блокчейн, может быть, непонятно. Но, например, покупая в метавселенной недвижимость, например, землю, ты покупаешь NFT земли. И это NFT лежит у тебя в твоем децентрализованном коншильке. То есть у тебя ее никто не может забрать, понимаешь? Разработчик не может сказать, ты мне не нравишься, я тебя забанил из игры, и вообще мне твоя национальность не нравится, заберу-ка я у тебя землю. То есть это невозможно, понимаешь? Да. Это даже в современном мире это становится более твоим, чем какие-то реальные вещи, которые у тебя сейчас могут просто забрать, наплевать на весь закон, на все, все меняется очень сейчас быстро, а там сама технология не позволяет у тебя это забрать. Это лежит на твоем децентрализованном кошельке, это принадлежит только тебе. Например, Dецentraland даже построен таким образом, это вселенная, что только обладатели земли являются собственными децентралэнда. Они принимают все решения о голосовании. Как они проголосуют, туда и пойдет эта метавселенная. Также ты можешь обладать не только землей, например, метавселенной. Ты можешь обладать каким-то NFT, например, NFT-кроссовком, как Степ, наверняка слышала? Да, это точно слышу. Тысячу долларов и можно зарабатывать бабки. Да, да, вот то же самое. У тебя, то есть, сейчас это все в такой хайповой ерунде, как бы, звучит, и на самом деле отчасти так. Но суть в нем, которая будет нам в дальнейшем очень помогать в мире, который все более и более становится диджитальным. То есть, у тебя этот кроссовок несчастный, никто не сможет отобрать, он твой, это твой запись в коде, в блокчейне, ее никто не может отобрать у тебя, не может разработчик его, тебя там из игры выкинуть. Ты можешь на вторичном рынке этот кроссовок продать и так далее. То есть, тут такая свобода появляется. Да, это я, как раз я смотрела отрывок этого курса сегодня, и там шла речь о том, что главная ценность крипты в нашем быстро меняющемся мире, как раз-таки в этом и заключается, что она ваша и хер вам кто скажет, что это не так, никто никогда у вас не сможет ее забрать, и тем более конкретно в этом моменте времени. Может быть, это и может как-то поменяться через пять лет, но сегодня это единственное, что может пойти не так, это если очень сильно упадет курс биткоина, как он очень любит это делать. Поэтому, да, это потрясающе. Все еще? Да, он падает очень сильно и еще должен падать, конечно же. Ну, значит, скоро все пойдут покупать биткоины. Да, уже тема. Блин, но это, конечно, не наша история, не наша тематика, о которой мы хотим говорить, потому что все-таки про финансовую грамотность, про все остальное можно послушать на каких-нибудь других местах. про метавселенные я вот недавно была на одной очень странной встрече, где было очень много странных людей. Я сама не понимаю, как я там оказалась, но за столом, за которым мы сидели, рядом нашлась девушка, с которой мы что-то начали болтать, и она мне рассказала, что она сейчас создает стартап, соответственно, создает свою метавселенную с нуля. И говорит, что ищет инвесторов, говорит, что она вкладывает в это деньги, ставит на это большие ставки, простите за тавтологию. Я вот сидела и такая, чего, как, ну то есть в чем прикол? То есть она не выглядит как человек, окей, у нее очки Прада, но я сомневаюсь, что она вращает миллионами, потому что это была немножко не та вечеринка. Как это вообще работает? Как создать с вами эту вселенную, привлечь в это финансирование, из чего там все должно стоять? Потому что она мне тогда объяснила, она так прям подписалась на канал, не знаю, слушать ли она, может нет. и она мне прям говорила о том, что вот режиссура, сценарная, вся эта часть, это все очень важно в метавселенных, я как раз так ищу информацию на эту тему. Как это соединяется? Слушай, ну я тебе могу сказать вот что. Метавселенная и NFT сейчас такое, такая хайповая тема, что на ней очень много паразитирующих людей. Я не говорю, что это та девушка, я не знаю ее случая, я просто тебе рассказываю, что 90% это просто тотальный скам, просто у людей хотят отнять деньги, это вот реальность, к сожалению. Готовых метавселенных сейчас пересчитать по пальцам. Их там Decentraland, Sunbox, еще какие есть Somnium Space и все, наверное. Ну то есть я может еще две вспомню, но они вообще маленькие. Вот больших классных метавселенных это Decentraland и Sandbox. И то они как бы еще в 2D, то есть это на компе бегать, это не про очки виртуальной реальности пока еще. То есть все в самом зарождении. И в чем, почему это паразитирующая тема сейчас? Потому что чтобы собрать 50 миллионов долларов на метавселенную достаточно сделать очень красивые картинки, очень красивую презентацию и быть узнаваемым в каких-то NFT-шных кругах. И большинство метавселенных сейчас это просто голые концепции, которые обещают что-то, у которых пока нету никакого продукта, и просто они презентуют, говорят, что мы будем делать, и собирают бабки на команду. Потому что это дорогая история создать метавселенную. Это не просто так, конечно. То есть сама метавселенная изначально как задумка, это все-таки был разговор про VR и разговор про то, что ты должен гулять там непосредственно как будто бы ты в реальности, но не совсем. Нет, метавселенные начались именно с 2D. Это первая метавселенная это вот Децентралэнд, про которую мы сегодня часто говорим. Это аргентинские чуваки в 2016 году просто придумали такой концепт и сделали карту, в которой начали продавать виртуальные земли. Тогда все крутили и говорили вы что, какие виртуальные земли, вы что, совсем что ли, да? Они продавали там от 10 баксов эти земли, потом они нашли финансирование, там по 100 баксов начали эти земли продавать. Сейчас эти земли стоят минимум 3000 баксов. Вот эта маленькая земля. То есть инвесторы там сделали огромные иксы, те, кто в самом начале в них поверил. Вот. И они как бы создали прецедент. Сейчас метавселенная все запускаясь, они просто предлагают тебе какую-то карту, какую-то концепцию и уже начинают продавать свой продукт неготовый. После этого в них вкладываются фонды, в них вкладываются люди, они нарастают базу и только после этого они начинают формировать сам продукт. И еще метавселенных, которые в VR есть, она только одна, вот Somnium Space называется. И все. Но в дальнейшем, конечно, это будет все в VR. И почему вообще метавселенные так завирусились, это все из-за Цукерберга, рептилоида, конечно же. Потому что он переименовал свою компанию в мета, как мы знаем. А представляешь, что такое, когда у тебя совет директоров, когда у тебя компания оценивается в пару триллионов долларов, насколько надо быть визионером и сумасшедшим, чтобы сказать, я переименую-ка тебя в мета. Там у них акции на 30% упали, там совет директоров все в ужасе, просто все в ужасе, говорят, ты куда лезешь, сумасшедший, зачем ты это делаешь? Но он понимает, что в этом будущее, и он поставил на этом ставку. Из-за этого весь сектор метавселенных очень сильно взлетел, потому что Цукерберг поверил в это, не просто поверил, а он официально об этом сказал и начал принимать шаги. У них метавселенная будет уходить через год где-то. Сейчас первый прототип они тестируют и так далее. Ты видела бы уже или его показывают каким-то особенным людям? Нет, ее пока нету, но есть у Фейсбука продукты около метавселенной, которые можно в очках Oculus Quest, у меня есть очки такие виртуальные реальности. Там есть продукты, которые можно потестить. то есть там, например, переговорка, и ты в виртуальном пространстве сидишь в переговорке, у тебя друг может законнектиться и вы вместе будете сидеть. То есть в будущем это будут социальные сети. Ну, понятно, ага. Да, это будет как мы по WhatsApp общаемся, то же самое, только качество общения будет выше. Будем в 3D пространстве, будет ближе к реальности, это все. Блин, вот они, возможно, поэтому и сделали в экстремистской сети аватары 3D-шные. Как будто это один из таких плавных входов. Ну, хорошо. Мы понимаем, что Цукербергу, наверное, просто, не просто, но проще, чем нам думать о том, что вообще с этим можно сделать и как можно туда зайти, хайпануть, взорвать и так далее. Я знаю, что единственный продакшн, наверное, который сейчас в принципе эту всю тему двигает в России, это Дидлак. И у них есть отдельный канал, они очень много говорят, в принципе, про то, что это такая хайповая тема. По-моему, они запускали даже свои NFT. Надо с ними поболтать как-нибудь на эту тему. я пытаюсь понять, то есть моя основная задача здесь выяснить, про NFT мы поняли, там, безграничное поле возможностей, просто креатив, придумывай, развивайся внутри сообщества, можно уже что-то с этим делать, это более-менее ясно. Как можно к метавселенным применить, допустим, опять же, на меня сейчас все перекидываем, мои навыки. Вот я умею делать много всего разного. Могу накреативить, могу снять, могу придумать, могу написать сценарий и так далее. Могу спеть даже. Но куда это все должно деться? Как мне это испробовать? Как мне туда залететь? Можно ли это сделать? Слушай, здесь я вижу только в плане пиара какие-то вещи. То есть вот бренды сейчас все поголовно заходят в метавселенные, наверняка я видела кучу новостей. Одна там какая-нибудь Икея купила на миллионы долларов, потом купила Найт. Для них сейчас это супер дешевые охваты. Они в принципе не понимают что там делать еще. Бизнес как бы там пока не построить. Нету огромного потока людей там еще. Они только вот заходят и для них купить на миллион долларов землю это попасть во все СМИ, чтобы было написано Икея. Для них это супер дешевые охваты. И на самом деле для творческих людей я вижу тоже это как возможность для пиара. Если ты проведешь концерт в метавселенной своей группе, это заинтересует большое количество издательств. Потому что тема хайповая. Все захотят запостить такую новость. не все но многие. Прикольно. А как это сделать? Если ты правильно подашь это все, ну как, пожалуйста, ты можешь зарегистрироваться в Децентралэнде за секунду, твои друзья придут создать как в тесте просто на ком-нибудь месте в этой вселенной включить микрофон и спеть песни. Вот тебе и концерт. Но главное, как это все преподнести, естественно. То есть тут маркетинг решает. Так, а ты уже пробовал, ты же тоже пишешь музыку. Есть у тебя такая идея, задумка, задача? Да, 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 есть. Я хочу что-нибудь сделать такое, но пока вот я весь в изучении, я на музыку просто играю там на гитарке вечерами и все. Меня прям захватила эта тема пока что. Но я считаю, что есть потенциал и можно в дальнейшем какие-то фильмы можно было снимать в Метавселенной. Какие-то куски просто для то есть не обязательно весь фильм, какой-то кусочек знаешь, просто вставить. Там же если ты сейчас, например, в Somnium Space ты заходишь, у тебя VR-очки и можно купить костюм. Костюм Tesla Suit называется и в Метавселенной видны все твои движения будут. Пластика твоя видна будет. И представляешь, ну творческий потенциал для кинематографа есть же. Можно что-то снять, какую-то сцену просто там снять. Там есть камера, которая может тебя записывать со стороны. Ты ее можешь выставить, отойти, заснять что-то, подойти. То есть там такие прикольные технологии. Блин, это звучит, конечно, потрясающе. Просто поле для креатива и для того, чтобы изобретать какие-то новые вещи и транслировать их. Учитывая, как загибается Инстаграм в последнее время, наверное, Цукерберг действительно делает верные движения в сторону того, что разобьет в будущем весь наш мир, нежели чем в сторону того, что заполнилось инфо-цыганами, правда, только в России, на самом деле, если мы не знали. Только в России такой пиец происходит в Инстаграме. На самом деле, я тебе могу сказать, что потенциал огромный и самый прикол в том, что нет кейсов. То есть сейчас люди, которые туда заходят, они визионеры, они создают вообще всю эту движуху, они создают сейчас кейсы. То есть вот сейчас вот только первые-первыхые люди. Ты что придумаешь, ты будешь инноватором, понимаешь, что бы ты ни придумал в этой среде. Как бы ты вот ее не реализовал. Ну да. А устраивают ли там кинопоказы? Да, там устраивают кинопоказы. В Децентралэнде есть кинотеатр. Там можно прийти, включить кнопку и посмотреть какое-то кино. Я тоже... Я правильно понимаю, что ты просто материально не платишь ни копейки за то, чтобы зайти туда. Просто приходишь и тусишь. И изучаешь весь этот процесс. Да, да, да. В дальнейшем ты знаешь, как будет реализована? В дальнейшем я уверен, что это будет красная дорожка. Будут кинозвезды в своих NFT-костюмах по ней идти. Люди будут смотреть со стороны на этих звезд. Они будут садиться в этот кинотеатр. Это все будет в VR. Они будут садиться, понимаешь, смотреть какое-то кино. Людям будут продавать билеты за деньги, которые внутри киномики этой метавселенной. Они точно так же будут приходить, садиться в VR. Чтобы ты понимала, когда ты в очках VR смотришь, это реально офигенно круто кино там смотришь. Это реально огромный экран. Абсолютно это круче, чем с ноутбука, короче, смотреть кино. Не то, чтобы с ноутбука суперкруто смотреть кино. Да. И самый прикол в том, что после кино ты можешь выйти из кинотеатра и перекинуться парой слов с кем-нибудь, как там ему кино. Это может быть друг, который у тебя живет на другой стороне планеты. Круто. Это очень круто. Я сейчас подумала, что церемонии Оскар для того, чтобы поднять охват и нужно просто провести церемонию в любой из... Да, да, да. И сейчас все этим пользуются. Сейчас вот нагоняют лайки вот тем просто присутствием там. Блин, круто. Так, я уже открыла, если что, ссылку после этого. А это похоже на Sims еще, по моим ощущениям. Sims плюс Майнкрафт, да? Ну, Майнкрафт, да, скорее Майнкрафт. Вот две метавселенные самые известные это Decentraland и Sandbox. Sandbox это чисто Майнкрафт на блокчейне. То есть там игра, play to earn игра, где ты можешь зарабатывать вот эти монеты в сент, играя. Ну, такая же механика, как, в принципе, например, у Stepner. Это тоже, кстати, для разработчиков игры в будущем вообще невероятный сектор. Я думаю, что большинство игр будут play to earn в будущем. И если ты будешь играть, ты будешь зарабатывать. 100% так будет с большим количеством игр. Сейчас туда не идут большие игроки только ввиду того, что капитализация у сектора супер маленькая и им в этой песочнице неинтересно. Но там, например, есть такая игра Axe Infinity, где ты просто играешь аксиками. Не знаю, подходит ли под нашу тему, конечно, мне кажется, может разработчик играть. Ну ладно, не буду углубляться, просто скажу, что тем, кто занимается играми, это тоже суперинтересная тема на блокчейне. Блин, ну игра это, в принципе, такая тематика. Я очень давно тоже на какой-то киношной тусовке познакомилась с какой-то девочкой, которая очень долго мне объясняла, что она ушла из продакшена разрабатывать игры и безумно счастлива в этой жизни, просто радуется всему. И вот на самом деле для меня это тогда звучало и сейчас звучит как, ну не то чтобы DreamWork, а вот какой-то альтернативный сценарий развития событий, в котором, применяя свои навыки, которые у тебя есть как у режиссера или у контент-мейкера, ты можешь перейти просто немножко в другую площадку или в другую реальность и там использовать все то же самое и просто создавать что-то прикольное. Вот. Это такой, в принципе, вообще важный инсайт, что если тебе известны законы драматургии хоть немного, ты найдешь свое применение примерно везде. Хоть в ТикТоке, хоть в Торис, хоть в Телеграме, где угодно. Все одно и то же. Да. Дружно, читаем. С времен Гомера ничего не поменялось, да. Спорно. Немного спорно. Блин, очень прикольно. Я не знаю, стоит ли, в принципе, поднимать тему крипты как таковой, потому что я так понимаю, что это все-таки основная вещь, на которой все это базируется. И там разговор только о том, что можно заработать деньги. Но, может быть, есть какие-то тоже варианты того, что, будучи творческим человеком, можно сделать с криптовалютой? Да, на самом деле можно. Можно свою крипту создать имени себя, имени своего фильма можно создать крипту. Пожалуйста. Крипта создается три секунды. Есть мем монеты. Шиба, например, ничем не обеспеченная, просто монета, у нее капитализация входит в топ-20 монет. Настолько раздутый пузырь, что ее торгуют невероятными объемами на рынке. Она вообще из себя ничего не представляет, ничего, просто, просто прикол, типа, понимаешь. И, например, когда Илон Маск продавал, ой, покупал твиттер, была у него первая попытка, то чуваки создали крипту, которая называлась Илон Бай Твиттер. Да, это я, кстати, помню. И закинули туда, ну, там определенные есть нюансы, нужно сделать ликвидность у крипты, чтобы она могла торговаться, деньги как бы положить. и она взлетела, чуваки заработали деньги, то есть, просто из них было из воздуха. Я думаю, в дальнейшем можно какой-то кейс сделать по фильму, например, или по клипу сделать всю крипту, пожалуйста. Тоже интересная история. Офигеть. В общем, я так это слышу, что просто безграничное поле для маркетинговых возможностей и для продвижения себя внутри всего нового. И вот для меня это загадочная абсолютная история, потому что у меня есть друг, который занимается криптой, и вот каждый раз, когда мы с ним видимся, он мне объясняет, что если ты никто, хер тебе, кто что там даст, никаким образом ты никуда там не сдвинешься. Нужно... А, но вторая вещь, которую он объясняет, что за любым NFT, в частности, обязательно должна стоять какая-то реальная ценность. Если этой реальности нету, ну, реальной ценности нету, то это никому не нужно по итогу. То есть он объясняет это на примере кроссовок Adidas, что если ты продашь кроссовки в NFT-пространстве, но при этом не дашь котеловеку настоящие кроссовки, это будет немножечко, типа нахер никто не купит. Ну, скажи это, обладателям кроссовок Stepn. Но они деньги зарабатывают. Ну, нет, на самом деле отчасти он прав, отчасти он прав. То есть, например, NFT-шки есть, видео, наверное, обезьянок таких. NFT-шки, обезьянок. Это самая дорогая NFT-коллекция. Это Borat Ape Yacht Club называется. И не совсем сумасшедшие люди, которые их покупают за 500 тысяч долларов. Там минимальная цена сейчас, это NFT-шки, 500 тысяч долларов. Покупая ее, ты как бы входишь в клуб людей, которые смогли тебе позволить такие NFT-шки. Там известные актеры, там известные какие-то личности, какие-то режиссеры, какие-то миллионеры. У них есть какой-то контакт друг с другом. То есть, какой-то общий чатик есть или еще что-то. Знаешь? Не знаю, как у них устроено это все. Может, шабаши какие-то. Но доподлинно известно, что они там тусуются вместе. У них есть какие-то под эту всю тему какие-то тусовочки на яхтах, еще что-то. То есть, это некий вход в элитный клуб такой получается. Чистые иллюминаты 21 века. Да, да, да. И картинку с обезьянкой называется. Блин, прикол. Выходит, я уже четвертый раз, мне кажется, резюмирую, потому что я как будто ощущаю, что я могу задать миллиард вопросов, но, видимо, из-за того, что я не настолько погружена в эту тему, я не настолько много знаю об этом. Но все-таки допустим, про обезьянок понятно, что тебе нужно заработать сколько, 500 тысяч? Долларов. Долларов. Ну, неплохо. Кто-то, наверное, может себе это позволить из российских блогеров. Но все-таки, учитывая тот факт, о чем я говорила, почему мы сейчас немножко ушли с темы, потому что понятно, что нужна ценность этой NFT-шки, а вот, допустим, я ее создаю, я не могу дать никакой ценности. Как это реализуется? Как это работает? Ну, ты должна ее... Во-первых, ты можешь, помимо NFT-шки, продавать реальную картину. Очень много художников так делают. То есть, например, продаешь NFT, но ты говоришь, что покупаю эту NFT, я вышлю вам по почте в любую точку мира реальную картину. То есть, вот уже добавочная стоимость. Многие вшивают какие-то эксклюзивные материалы. Какую-то ссылку можно вшить в эту NFT, которую будешь видеть только ты. Еще какие-то вещи, просто любой текст. Но и в целом люди реально ради искусства, ради вот этих всех вещей покупают просто картинки какие-то. Как бы это сумасшедше не звучало. То есть, не обязательно она должна быть обеспечена. Чувак просто по NFT-шкам пепе тащится и искупает их. Все, у него денег нормально. Ну, как бы поиграться в это норм. Много очень коллекционеров, которые коллекционируют NFT-шки. Во многом для них это возможно и инвестиции. потому что рынок в самом начале и он очень сильно растет и куча людей спекулирует просто на этих NFT-шках. Покупает и перепродает их. И все. То есть, как бы в твоих зачастую NFT так устроено, что тебе нужно просто убедить людей в том, что если они сейчас купят NFT, то через неделю они продадут ее дороже. Понимаешь? То есть, это как финансы. Такой пузырь. Ты должен убедить, что инвестировав, ты еще маркетинг так простроишь, что они еще дороже станут. Так, у меня возникло два вопроса. Первый. Я так понимаю, ты сейчас сказал про пузырь и все посты касательно того, что у нас с тобой сегодня будет этот разговор единственный в моем канале, на который два каких-то неведомых человека отправили мне блюющий смайлик. Я, конечно, такая, окей, неплохо. Но вот этот блюющий смайлик навел меня на мысль о том, что насколько же людей триггерит эта тема. Это примерно как с тиктоком. Прошлого года назад все орали с того, что тикток это херня, никому нахер это не надо, бесполезная история. И сейчас все орут то же самое про криптовалюты и нефтьей и так далее. Орут, что это пузырь. Вот ты сейчас сам это называешь пузырем. Объясни, это правда или нет? Во-первых, меня супер зажигает, что все как бы кринчут и спутывают. Я вообще обожаю. То есть, когда я начинал заниматься тиктоком, на меня смотрели, ты что, нормальный вообще? Да, зачем ты это делаешь? Но я чувствовал перспективу, чувствовал, что там просто можно сейчас стартануть и добиться нормальных результатов. Вот у меня сейчас абсолютно такое же чувство, поэтому я вообще сейчас супер кайфую от этого всего. И да, конечно, крипта это мыльный пузырь. Ну, как бы большинство проектов крипте ничем не обеспечены, они просто раздуты, капитализация невероятная. И все. Ну, это правда, да, это так и есть. Но это не отменяет того факта, что там можно зарабатывать, что это индустрия, которая реально изменит мир. Я в этом, например, не сомневаюсь. Просто сейчас вот такой этап. Люди только начинают понимать, как с этим жить, как с этим работать и зачем это вообще нам всем надо. А к себе ты как это в итоге применять собираешься? У тебя есть какой-то план, стратегия? Можешь ли ты ей поделиться, хочешь ли ты это делать? Ну, вообще, я инвестирую крипту уже четыре года. И я, собственно, там прекрасные результаты у меня в портфеле. Я буду продолжать, конечно, это делать. Я верю в то, что биткоин будет стоить там сто тысяч долларов рано или поздно. Это просто вопрос времени. Это цифровое золото. Его всего 21 миллион будет когда-то. И все. Это самая первая крипта. То есть это реально цифровое золото. Оно только в цене будет дорожать со временем. И сейчас, когда я вижу, то Decentraland продавались по 100 баксов. Сейчас они там стоят минимум 3000 баксов. Но я просто вижу, насколько потенциал у этого рынка существует. То есть он и так сейчас мелкий. Когда мета туда зайдет, столько денег придет в сектор. это просто ужас. И все поверят сразу и резко в это все. Есть у меня такое предчувствие. Буквально пара годик-два и все. Все поверят. Что я делаю? Я покупаю крипту и я сейчас начал покупать какие-то земли в метавселенных, которые только-только начинаются, в которых я верю, которые мне кажутся перспективными и так далее. И в play-to-earn сегмент тоже начинаю вкладывать, потому что это, конечно, тоже за ним я считаю огромное будущее. Что за сегмент play-to-earn? Play-to-earn это игра и зарабатывай. Ага, ну это я понимаю, а к чему? Да, да. То есть есть, например, метавселенная, которая будет Dark Frontiers называться. Это будет игрушка, где ты будешь бегать в VR, стреляться, и она будет в VR-ках на блокчейне, в метавселенной. Ты можешь с друзьями бегать, стреляться, убивать монстров, я не знаю, понимаешь? Но чтобы в эту игру зайти, тебе, например, нужно купить космический костюм, NFT, NFT-шку космического костюма. Вот я недавно купил в ДЛГ срок космический костюм себе за 100 баксов. Ну, как бы, то есть для меня это... Дешево. Да, да, потому что в самом начале нету как бы готового продукта, но там большие форты складываются, просто для меня это, естественно, все полуприкол такой. Я инвестирую вообще минимальную часть своего капитала в это все, но мне это дико нравится, потому что я верю в целом в сектор. Я верю, что он будет расти. и многие проекты сейчас выживут, даже на таком рынке, который сейчас. Блин, прикольно. Я еще, когда формировала тему, я вот написала про способы продвижения творчества в новой реальности, и я это сделала, знаешь, как типа safe place, потому что я понимаю, что у тебя есть определенный уровень экспертности. Ну, во-первых, ты как бы и снимал сам, и монтировал, что только не делал, и во-вторых, занимался продвижением аккаунтов в соцсетях, ну, в частности, в ТикТоке, а это все равно опыт с точки зрения маркетинга. И вот мы вначале начали говорить с тобой про продвижение, я услышала только то, что бесполезно, поправь меня, если я не права, бесполезно пробовать продвигаться в разных соцсетях, кроме Твиттера. Я правильно тебя поняла или нет? Ты имеешь в виду, если ты хочешь развиваться как NFT-художник? Допустим, если я хочу свой NFT выпустить, с помощью этого NFT я хочу какой-то свой другой продукт продвинуть, условно, я снимаю короткий метр. Стоит ли мне, условному человеку, который это делает, пробовать другие какие-то варианты, кроме Твиттера и входа в сообщество? Ну, слушай, то есть, если рассматривать, как ты говорила, как краудфандинг, то, конечно, да, если тебя, например, твои подписчики поддержат, купив там какую-то NFT-шку твою, то, конечно, да. Но в целом в мире никто не покупает NFT-работы в России, то есть, в России, никто не покупает NFT-работы просто, чтобы они у них были. То есть, все покупают с целью перепродажи, просто спекулировать, заработать больше. А покупают вот для каких-то долгосроков, для каких-то вещей только в англоязычном сегменте. То есть, там просто тупо гораздо больше денег у людей. Вот и все. Поэтому я говорю, что Твиттер должен быть англоязычным и так далее. Но, если тебя, например, если ты упакуешь, например, свой фильм, будешь продавать там куски своего фильма в каких-то NFT-токенах, то можно и на своей площадке. Тут нету каких-то правил, знаешь. Сейчас я уже начала применять это к себе на полном серьезе, потому что у меня, допустим, есть творческий проект, который я придумала, который звучит достаточно глобально, потому что там тема про культуру отмены. И вот чисто теоретически получается, что даже какие-то рисунки изначальные к этому проекту можно пробовать продавать и продавать их изначально на американском рынке. Короче, давай, мы говорим уже час, на самом деле, я думаю, что этого оверчем достаточно, потому что тема обширная, и вот это какой-то базовый старт, но что я услышала из этого, что может быть полезно всем, кто нас слушал здесь, это первое, что надо знать долбанный английский язык, и с этим английским начинать изучать пространство, изучать какие-то метров вселенной, о которых мы сказали, потом зайти на все эти сайты с NFT, погулять там, посмотреть, что там продают, что там вообще происходит, найти миллиард аккаунтов в Твиттере, которые этим всем занимаются, завести свой аккаунт в Твиттере, подписаться на всех этих чуваков, и постепенно, как я себе это еще вижу, что тут недостаточно просто тусоваться в Твиттере, тут все равно нужно качать свой личный бренд всеми возможными способами, и делать это, видимо, нужно не на русскую аудиторию, а на зарубежную, то есть удобно устанавливаем платный VPN, выкладываем ТикТоки на США, или у нас, если есть друзья где-нибудь в Лос-Анджелесе, говорим им, ребята, помогите, вот у меня есть ТикТок, выкладывайте его туда, пилим, херачим, делаем, все что угодно, любой контент, хоть мы поем, хоть мы рисуем, хоть мы снимаем, все что угодно можно туда добавлять, поле для креативности безграничное, и, соответственно, после этого мы начинаем просто анализировать информацию, понимать, куда мы можем двинуться, как мы можем это сделать, и для меня это сейчас звучит еще как очень классный способ выйти за пределы коробочки, не то чтобы коробочки, а вот этой условной России, которая нас сейчас всех немножечко триггерит, а кого-то не немножечко, меня вот уже немножечко, но раньше было сильно, поэтому такой классный способ просто глобализироваться максимально и выйти на зарубежный уровень, к которому стремятся все, кто занимается творчеством, потому что значит в этом нет никакого смысла, если вы хотите просто снимать шоу для первого канала или сериалы для России, ну не знаю, что вы делаете на нашем канале, но добро пожаловать. ну слушай, кому-то и нравится это, ну что ты, в самом деле. Ну я понимаю, да, конечно, но для меня это воспринимаю как, точнее я не знаю людей, которым бы это нравилось, я знаю людей, которые делают это и в голове думают, а что-то у меня чего-то не хватает, хочу еще. Они просто занимают место у людей, которые реально хотят это делать, пустите их. Думаешь, думаешь, есть люди, которые горят? Я уверен, конечно. Я мечтаю, ну ладно, возможно, да. Люди, которые мечтают снимать сериалы для России. Но ненадолго, это ненадолго, это ненадолго. Они начнут снимать, потому что как-то что-то не то, надо что-то еще. Короче, вот такая вот история у нас получается. Ничего остановилось на том, что нужно просто пробовать, исследовать и креативить максимально, заходить на самые разные площадки и продвигать себя во все стороны. Но если речь идет про NFT, про нововселенную, в первую очередь на американский рынок и на Twitter. Вот так я говорю. Да, все правильно. Чтобы начать, надо начать, как и во всем. Просто хоть что-то начать делать, и у тебя будет потихоньку информация, тут что-то услышал, тут что-то понял, тут что-то посмотрел, тут с кем-то пообщался и так далее, да? Да, что промязан так. Так, давай я, если вдруг у кого-то здесь есть вопросы, самое время их задать, я вас прям включу, если их нет, то мы как бы через пять минут отключимся. Поднимайте руки, если интересно, пишите комментарии. Нет? Поднимайте руку. Привет. А тут можно руку поднять? Конечно. Привет, Инна. Привет, друзья. Спасибо большое за совершенно шикарный эфир. Просто Илья, я в диком восторге. Катя, ух, я уже больше полутора лет в теме NFT, строю свои проекты, и вообще-то я уже полтора года назад придумала Инна Верст, но все еще слишком большое, пока еще все это перевести в реальность сложно, потому что вот, спасибо, Илья, ты мне дал несколько таких очень шагов, которых мне не хватало, потому что ну, какие-то вещи, я иногда немножечко сложно думаю о них, но вот то, что вы обсуждали, мне очень часто смысленно пришло и вошло, это очень круто. А вот я вообще-то изначально думала строить коллекцию NFT в своем метаверсе, но я еще вот с метаверсом, хотя я об этом жду, мою мечтаю, не разобралась с прошлого года и пока что только построила, ну, в общем, я сейчас сделала уже несколько коллекций, которые я буду выпускать, сейчас я подаю заявку на Super Rea, но Super Rea, что это? Super Rea, это, ну, в общем, можно сказать, есть несколько площадок. Элитный маркетплейс, так скажем, да. Да, то есть, если попадаешь на Super Rea, то, в принципе, теоретически почти гарантированно, что ты будешь продаваться, ну, как бы, но туда очень сложно попасть, но, в общем-то, у меня, в общем, я прошла тоже массу всяких курсов по NFT и я развела свой музыкальный арт-проект и мой NFT-ментор считает, что я просто как бы для Super Rea мне туда надо обязательно идти, но я, у меня очень такой, ну, поскольку я делаю все сама, это на видео, вот, я пока еще не сподвиглась, хотя я его уже шесть недель готовлю, но пока я поставила весь сетап, пока все это выстроила, это все довольно сложно, хочется сделать по-настоящему классно, и хочется все-таки этого добиться, поэтому развиваешь это и падаешь в перфекционизм, но прежде чем я еще два часа буду рассказать о себе, еще раз поблагодарю, друзья, просто шикарный эфир, и Илья, вот мой вопрос все еще, конечно же, широковатый, но тем не менее, вот у меня есть картины, у меня есть песни, у меня есть, самое мое главное, самый мой главный инструмент – это идеи, и уже из этих идей растут картины, кооперации с художниками, я певица, стори-теллер, художница, и также я пишу тексты, и в принципе и снимаю, но как раз у Симковой у меня самое слабое, скажем так, место, хотя у меня есть хорошая камера, но мой вопрос, вот из того, что ты рассказал, мне представляется, что ты сейчас очень неплохо ориентируешься, вот что бы ты мне посоветовал в плане метаверса, потому что я, например, вижу еще, я прошу прощения, чуть-чуть отвлекусь, но ты сказал ужасно важную вещь, и Катя, ты тоже, о том, что на базе вот этих идей можно просто строить проекты, на которые собирать бюджеты, из которых уже строить свои проекты, развивать их и воплощать, и вот для меня сейчас очень актуален путь того, что я, в принципе, уже, я получила несколько грантов на мои проекты, целых два уже, и я хочу это развивать и дальше, и посему вопрос, как, ну вот я хочу сейчас развивать идею, вот, более активно развивать мою старую идею, строить свой метаверс, и там вешать мои картины, и петь мои песни, и так далее, и так далее, и вот как мне пойти туда, вот я не понимаю еще, вот хотя ты сказал уже, например, то есть, ну, купить землю все-таки довольно дорогое дело, и я, например, вот сейчас не знаю, где купить, вот как мне начать свой метаверс, чтобы, ну пусть я вот сейчас просто открою дверь и туда начну заглядывать, скажем так, в щелочку, но тем не менее уже начну, и вот как начать? Большое спасибо. Да, окей, на самом деле, для того, чтобы начать, не нужно создавать свою метавселенную, достаточно воспользоваться тем набором метавселенных, которые уже сейчас есть. Выставки можно делать в Децентраленде своей. Сейчас для художников есть отличная возможность, это, например, Spatial, такая недометавселенная, там как бы нету внутренней токеномики, но туда можно зайти в виртуальных очках, там можно снять помещение и можно выставить свои картины. Пожалуйста. Каждая, то есть, я вот в экскурсии в метавселенных хожу в этих очках, показываю, как там все устроено в этом Spatiali, и там реально просто миры, ты заходишь, какой-то мир, туда как бы проникаешь, и там какие-то выставки какого-то художника. Ты подходишь к картине, на каждую картину можно нажать, там ссылочка появляется, переходишь в OpenSpace, покупаешь эту картину. То есть, художник может снять такое помещение, развесить свои картины, сказать, у меня открытие выставки, ссылку прикрепить, пропиарить ее классно, и сделать реальное открытие, рассказать про свои работы. Там будут люди, которые придут в этих же виртуальных очках. сейчас уже реально невозможно. То есть, не надо для того, чтобы реализовать себя творчески создавать мы-то вселенную. Достаточно просто воспользоваться тем, что есть. Мне кажется, так. Это очень круто. Вот прямо я в том, что у меня сейчас через две недели будет первая выставка. Все мои пути привели к тому, что у меня сейчас первая выставка будет живьем. Небольшая, маленькая, но она будет. Это очень крутая идея. Огромное спасибо. А как попасть на, во-первых, как попасть на твою экскурсию? Кать, и как, может быть, попасть к тебе, с тобой, может быть, сценарий вместе, или вот от тебя сценарий получить? Тоже было бы интересно. Давай обсудим это в ЛС. Напиши мне, посмотрим, что можно с этим делать. Как минимум, можно на консультацию записаться, есть на колокольчик. Круто. экскурсия будет 22 числа у меня в 7 часов вечера, я еще анонс напишу у себя. Просто подпишитесь на мой канал и все увидите. Все пришло. Да, и я хотела добавить касательно того, что про выставку ты спрашивала, потому что я сейчас порезюмировала в конце наш разговор и говорила в первую очередь о том, что без комплексного продвижения какого-либо в разных соцсетях, во всех общих сферах твоей деятельности, а у них примерно дохрена, что круто однозначно. На мой взгляд, это будет достаточно сказать лишняя трата энергии пытаться в одно русло все запихнуть, в то время как у тебя в разных других местах провисает то, о чем мы говорили. То есть мы качаем личный бренд, мы занимаемся своими соцсетями, мы заводим TikTok, ведем его на все, какие угодно страны и так далее. То есть любой разговор идет про проявление, потому что мы здесь в принципе для этого все собрались, для того, чтобы проявляться. Если мы боимся это делать, если мы делаем это до конца, и если мы условно не ведем соцсети, не заводим свои каналы, не привлекаем людей это слушать, то все наши попытки завоевать какую-то новую территорию могут оказаться достаточно бесполезными. Поэтому я бы тебе предложила уделить этому большое внимание конкретно тому, куда и как ты направляешь свою энергию и распределить ее собственно верным образом. Какой-то такой у меня еще коммент есть? Да, большое спасибо. Это, конечно же, всегда фундаментально, чем ты являешься, и ты, как всегда, действительно, конечно же, в сути любого творца есть конфликт, когда ты открываешься миру или нет. И тут в этом конечно же, безусловно, что это моя тема, тема коммуникации с миром. Я вот как раз сейчас над этим работаю. Ну, конечно же, у меня все социальные сети есть, но у меня получается так, что у меня настолько в принципе глобальные идеи, что мне зачастую трудно их увязать во что-то такое, ну, вот, какие-то конкретные вещи. Вот это моя опасность и проблема. Это так и есть. Спасибо. Смотри, это все-таки сейчас не сеанс с психотерапевтом, а тут разговоры о том, что это нужно говорить с профессионалом, поэтому давай сейчас, мне кажется, мы ответили суперобширно на вопрос, если есть какие-то еще, пиши в комментарии, пиши в личные сообщения, мы с удовольствием с тобой пообщаемся. Если у кого-то еще есть вопросы, дайте их, пожалуйста, и мы скринемся. Раз, два, три, до десяти считаю, ребят. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну все. Хорошо, значит, вопросов у кого нет, тогда мы закрываем трансляцию. Илья, спасибо тебе большое, ты просто главный визионер в моем окружении, большая любовь и все прекрасные. Спасибо тебе, очень приятно с тобой пообщаться. Да, мне тоже очень приятно, надо как-нибудь все это выпить. Удовольствия. Всем спасибо большое, давайте всем пока, Илья, пока. Пока-пока. Пока всем.